Всем привет! Я вам сегодня не показываю мастер-класс, а покажу видео обзор на такую красивую шкатулку мамины сокровища. Сокровища маленького мальчика. Ткань я заказывала на алиэкспрессе. Это такие вот красивые звездочки. У меня даже немного клей остался. Я еще ее так хорошо не смотрела. Это здесь Братс. Наоборот, я приклеила свой логотип. Я это делаю всегда. Под тканью у меня синтепон тонкий, не толстый, потому что я не люблю, чтобы такая была она большая и объемная. Здесь в декоре я использовала цветы. Они все почти мои, сделанные своими руками. Вот исключение вот этот цветочек. Я подбирала по цвету, поэтому все, что у меня было. И это уже тоже ленточки. Здесь, кстати, хорошо сочетаются. Я так подумала, что будут сочетаться шарики делала из такой ткани махровой. Вот такая ткань. Вот здесь даже есть крючком вязаные детальки. Все цветы лилии, которые у нас есть. Мастер-класс по лилиям. По розочкам на канале. Да, здесь вот такая вот сосочка. Вот такая клевая. Как сделать такую обшитую картинку крючком, есть видео-мастер-класс по этому. Так что смотрите это на канале. И немножечко здесь вот я добавила полусинки. Ну что, посмотрим, что внутри. Внутри этой шкатулочки дата рождения ребенка. Потом все, что осталось, локон и зубик я отдаю это маме. Вот. По просьбе мамы также будет вот такая. Кстати, у меня тоже такая есть. Вот. И в ней очень много таких штучек. Потому что я не верю в саму счастье. Вот. Это для фотографии. Для первой. Здесь, кстати, кармашек есть. В этот кармашек можно ложить вообще фотографии. Очень удобно. Первая фотография нужна. Просто ложить сюда. Раньше я делала, как бы, альбомчик, да, с страничками. Они вот так вот не арестались. Во-первых, вот. И если удобно, то, что сюда ты можешь положить сколько хочешь фотографий. И этим удобно, удобен этот карман. Так, смотрим дальше. У нас идут сами коробочки. Вот видите, да, я немножко, кажется, ошиблась. Я, ну, здесь лента расположена вот так, по горизонтали, а это по вертикали. Я ее переделала потом. Вот. Но пока покажу в общем. И оставаться у нас коробочки вот так. Вот шкатулка внутри. Обклеила я ее карт-стоком. Сюда тоже можно приклеить какую-то фотографию или положить какие-то бумажки, которые у вас остались там с роддомом или еще то, что связано с ребенком. Вот это такая штучка тоже картон. Здесь тоже можно что-то расположить, что-то написать там или, ну, то, что связано с ребенком и с вашим каким-нибудь частью. Коробочки я делаю, ну, конечно, не всегда, но мне очень нравится делать вот такие. Они собираются с помощью дыроковым. Я делаю отверстия. Они, кстати, меньше, чем у обычного дырокова эти отверстия. У меня есть специальное такое приспособление. Вот. Завязываю их на ленточки. Ленточки, кстати, фиксирую клеем, чтобы они не развязались. Вот. Вот такая вот удобная крышечка. Такие коробочки. Вот я сделала две крышки темные. Вот они вот так идут. И две крышки белые. Внутри тоже. Вот коробочки большие, удобные. Сюда соски очень хорошо поместятся. Даже несколько сосок поместятся. Потому что у нас, в виде сосок, полный дом. И жалко, кстати, да, жалко выбрасывают все соски. Ну, которые уже прям плохие. Я это выбросила у своей дочки. А остальные мне выбрасывают просто жалко. Поэтому мы храним все сосочки наши. Даже больше у нас потерялось, наверное, только то, что храним. Ну, дети такие дети. Детки, конфетки. Вот. Вот так собирается. Здесь я обклеила кружево. Кружево называется шитье. Это такая, как сказать, оргаза на этой резинке. Ну, так очень красиво смотрится. Ажурно. Ленточки я не завязываю. Я даю работу. Работы. Своей. Ну, как бы. Если мы ее завяжем, они уже помнятся. Я думаю, что мамочка сама первый раз завяжет так, как ей удобно. Вот поэтому все, чтобы она была у меня идеальна. Как только у меня получилось. Обязательно напишите в комментариях, что бы вы добавили в эту шкатулку. Потому что мои такие вкусы могут не совпадать. И поэтому, может быть, что-то от вас я возьму. Или, например, вы что-то увидели в этом видео. И тоже у вас загорелось. И вы обязательно возьмете это и примените в своих работах. Тоже напишите. Все. Всем удачи в творчестве и в личной жизни. Всем пока-пока. Пока.